Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы продолжаем следить за всеми теми событиями, которые происходят вокруг, ну и, конечно же, персонально в городском округе Люберцы. А здесь у нас есть свои победители и победители. Во всевозможных направлениях об этом вы узнаете из нашего разговора с Еленой Александровичем Качихиной, заведующей отделением по развитию движения WorldSkills, которое, условно, можно перевести как «мировое умение» или «мировые навыки». И как сейчас правильно называется техникум? Наш техникум называется Люберецкий техникум имени героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Вот. Я думаю, что, в принципе, как только это название звучит, уже можно дальше не играть. Уже сразу надо давать медаль. Тем не менее, наши ребята стараются. Мы уже проводили такую программу, и я знаю, что это движение весьма популярно и очень интересно само по себе. Это история, когда не просто чему-то учат. Я вспоминаю еще времена советские ПТУ. Каждый чему-то там учился, проводились, конечно, какие-то конкурсы, но на таком низовом, как раньше говорили, уровне. А здесь все-таки мы сразу уже показываем некие профессиональные навыки, некое мастерство. Вот. У нас будут сегодня уже участники этого конкурса, и еще одна программа будет этому посвящена. Вот давайте мы сначала с вами поговорим, Елена Александровна, как заведующая вот этим отделом, коль даже целый отдел появился. А зачем этот техникум? Как вы считаете? Зачем это техникуму? Ну, во-первых, это и позиционирование себя, как людей активных, так как людей, дающих ребятам путевку в жизнь. То есть дорогу в будущее, заявляющих о себе. Это движение дает им такую возможность. Плюс мы параллельно реализуем еще и такие проекты большие, как путевка в жизнь, билет в будущее. Это все проекты региональные, национальные. Мы в них участвуем, и мы видим, что ребята хотят в этом принимать участие, и им это интересно. Ну, потому что, во-первых, это соревновательность. Если хотите, даже какая-то конкурентная борьба. Да, совершенно верно. В рыночные времена без этого тоже никуда. А самое главное, что ты можешь уже, будучи совсем еще юным человеком, уже... Попробовать свои силы и продемонстрировать их другим. Да, и выигрывать, или, по крайней мере, принимать участие. Почему? Потому что мы же прекрасно с вами понимаем, что люди, которые идут в высшее учебное заведение, это одна история. А люди, которые приходят в техникум, это другая история. И зачастую сравнивают, пытаются какие-то... Но зачастую именно вот эти навыки, обыкновенные, иногда необыкновенные навыки, они помогают людям жить, жить и создавать что-то новое. Вот вообще немножко об этой программе расскажите. Напомните, кто ее придумал, откуда она пошла и почему мы в ней принимаем участие. Ну, движение WorldSkills, оно международное, зародилось в 1947 году. Родоначальники бельгийцы были. Ну, естественно, возникло... Мне кажется, это всем понятно. Нужно было развивать промышленность, нужно было поднимать города после Великой Отечественной войны, мировой войны. Все страны были задействованы. Как привлечь народ, как привлечь детей в это. Вот таким образом такие соревнования зародились. Сначала было совсем мало компетенций, там порядка 10-12. И дальше одной страны это не выходило. То есть приезжали, приглашались в страну. Но дальше уже движение стало развиваться и пошло по разным странам. Стало выезжать практически как олимпиада. Разные страны, кто выигрывает. Профессиональные олимпиады, да, по профессии. Получать еще большие навыки. Плюс делиться, ну, какими-то своими, так скажем, модное слово молодежи, лайфхаками своими. Да, сейчас это да. Это очень модно. А я это делаю так, делаю так. Да, и вы знаете, часто приезжая из чемпионатов, они уже привносят даже иногда своим наставникам какие-то новые элементы. Вот эти лайфхаки, когда мы тоже их начинаем применять. И это нам дают свои позитивные. Они могут и блог свой вести в интернете, да, рассказывать уже, имея некий статус уже, статус дает. Да, конечно. Вот Россия когда начала принимать в этом участие? Есть какое-то... Да, с 2012 года Россия активно принимает участие. И причем достаточно прилично продвинулась в своих достижениях. То есть мы как куда-нибудь зайдем на чемпионат, а теперь становимся. Да, сейчас... Да, ну, практически так. Во всяком случае, на Евроскилсе, который был в Будапеште, мы по медалям были первые. И по очкам. Мы вот о пандемии сейчас поговорим чуть позже. Конечно, она взяла коррективы. Но обычно как это проходит? В какой-то стране собираются ребята, да? Да, обычно, если это национальный чемпионат, то это какой-то город, российский город, да, ну, допустим, Казань или Кузбасс, как в этом году должно было быть, или как в 2018 году это был Южно-Сахалинск, 2017 год Краснодар. То есть это регионы, что дает WorldSkills, это развитие этим регионам. То есть когда они видят, что можно сделать, и люди хотят участвовать, тем самым получается, что даже материально-техническая база образовательных учреждений растет. Потому что они стремятся познать новые профессии, познать новый уровень, и для этого им, конечно, необходима модернизация. Ну, это действительно, вы правильно сравнили, такая олимпиада по профессиональным навыкам учащихся техникумов, да, и вот это такая интересная история, и об этом, если она является еще, Россия, участником всемирной этой какой-то организации, да, то если это проходит действительно в каком-то городе, это уже фактически как такие мини-олимпийские игры, да? Ну, смотрите, вот мы в техникуме реализуем два таких основных направления, считаем, что это нам все-таки ближе, так как мы носим имя Юрия Алексеевича Гагарина. Так вот, это обслуживание авиационной техники и эксплуатация беспилотных авиационных систем. Два таких направления. Востребованная история. Востребованная. Во-первых, это специальности ТОП-50, сейчас очень востребованные, наш Люберецкий район славится, все-таки авиации тоже, это вертолеты Икамов и Миль. Да, плюс много для авиации делает «Звезда» завод, это наши социальные партнеры, вот, и мы... Специалистов готовите для них. И специалистов готовим для них. И вот, конечно, каким образом? Вот на Сахалине было семь модулей, например, да, по обслуживанию авиационной техники. То есть ребята делали какой-то мелкий ремонт изделий из цветных металлов, проводили клепку, вырезали заплатки, ставили клепки, там, укрепляли эту конструкцию. Дальше был ремонт из композитных материалов, панели, была сборка электрической сети, схемы, плюс поиск неисправности этой схемы, ну, другой. Одну собирали, одну. Слезда КПА, по-моему, когда-то называлась. Да, 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 да. Я вказал, эти были курсы в девятом классе, как оно называлось-то, господи. Ну, когда мы целый день занимались... Да, не помню, как. Ну, неважно, да. Ну, проф тоже, профобразование такое. Да, профессиональное образование такое. Я помню, что я вот был на должности слесаря КПА, мы для икарусов делали, для автобусов, чтобы двери открывались, какой-то... Ага, управляющей проводки. Часть проводки, да. Так что что-то такое всплывает. Да, вот... Но я на Олимпиаду никак не претендую. Плюс была там отладка устройства, рычагов управления, это тросовая проводка, которая существует на управлении многих вертолетов. И в малой авиации очень широко применяется. Дальше был осмотр, предполетный осмотр самолета мини. Это Cessna была на Сахалине. Плюс был модуль... А, но самолет специально поломанный им подставили. Нет, вы знаете, был рабочий самолет. Но нашли что-то. Но внесли эксперты те дефекты, которые можно было, не повредив этому самолету. И ребята должны были их найти и описать. Нашли. Не все, но нашли. Но я имею в виду не все дефекты. Ребята-то все справились с заданием. Но только кто-то нашел больше дефектов, кто-то меньше. Бывает, что они даже находят то, что не закладывалось, но оно есть. А, то есть изначально было заплатано, да. Но это вообще можно тогда грант сразу получить. Да, бывает и такое. Но, тем не менее, это достаточно... В общем-то, вроде бы это мероприятие такое увлекательное, если со стороны смотреть наблюдателей, да. Но на самом деле это достаточно серьезная работа в течение трех конкурсных дней. И, как правило, они начинаются в 8 утра и заканчиваются поздно вечером. А делятся на команды, да? Вот вы говорите 7... В обслуживании авиационной техники участник выступает один. Один. И все 7 модулей он делает один. Хотя техник, авиационный техник, он, как правило, такого на предприятии не делает. Но так как у нас сейчас очень много... Ну, есть такой поворот, так скажем, в малую авиацию, да. Вы знаете, что многие сейчас не только машины имеют, но и самолеты, и вертолеты, и кто-то должен обслуживать. Вот для этих целей, ну и существует, наверное, вот эта компетенция и навыки в этом ребят. Они им просто помогут дальше, ну, определиться. Может быть, он действительно пойдет авиатехником на какой-то... Но еще может быть конвергенция, потому что сейчас уже какая-то универсализация идет. То есть все, что связано... Здесь он может быть техником, а если он попадет в какую-то крупную компанию, может быть, ему и то надо уметь, и то уметь. Там, глядишь, еще и полететь нужно будет. Сейчас во многих профессиях, да, принцип универсализации, он тоже присутствует. Да. И это сокращает же количество, с одной стороны, как сокращает количество рабочих мест, но с другой стороны, машины, роботы, где-то, может быть, уже не надо ходить с кувалдой, да, достаточно на кнопочку нажать. Клевку можно делать уже с помощью роботов, совершенно верно. То есть вот этот один человек, он должен был поучаствовать в семи модулях. В семи модулях. И по результатам семи модулей он... Получить какие-то оценки. Сколько принимал участие этот человек? Ну, значит, так, вот на Сахалине у нас было семь. Семь. Да. Ну, семь-восемь. Сейчас регионы активно начали вливаться в нашу именно компетенцию в обслуживании авиационной техники. В беспилотниках там побольше. Когда-нибудь подумали, как много регионов. Ну, беспилотники, да, это же такая еще у нас полупрофессиональная была. В беспилотниках там под 18. Сварщиков еще больше, вы знаете, там, по-моему, уже 90 с чем-то регионов участвует. Но здесь все зависит от того, есть ли какие-то базовые предприятия, на основе которых можно приложить свои, есть ли это востребованность в регионе. Потому что достаточно дорогостоящая компетенция для того, чтобы ее оборудовать. Ну, и как мы выступаем, наш техникум, в последние годы? Вот с 2014 года мы влились в это движение. И, в общем-то, ну, так скажем, без лишней скромности, без медали мы еще не были. Вот. Расскажите, что в этом году, к сожалению, у нас, получается, не было очного, да, присутствия? Да, очного присутствия не было. И эта небольшая трудность нам доставила, ребятам доставила. Естественно, мы готовили площадку. Пришлось, ну, во-первых, где-то брать по знакомству, так скажем, доставать, да, что-то прикладывать усилия, чтобы оборудовать площадку по полному инфраструктурному листу, иначе бы не допустили. Снимать ее, да? Да, стояло 8 камер. То есть за участником наблюдали камеры. Это две камеры, которые делали полный обзор помещения, камеры, которые стояли прям непосредственно, да, наблюдали за действиями рук, каким инструментом работают, на тисках он работает, либо на двигателе. Вот они снимали в этом году один агрегат с двигателя, производили его дефектацию и устанавливали его обратно. Естественно, нельзя было повредить трубки там. И они потом сами об этом говорили. Я думаю, они, может быть, вам даже об этом расскажут. Вы задали. Но все-таки итог? Итог. У нас юниор занял первое место, а взрослый наш участник получил медальон профессионализма. Вот. Елена Александровна Щекочихина, заведующая отделением по развитию движения WorldSkills, мировое умение, мировые навыки. И человек, который напомнил всем нам, что здесь, в городском округе Люберца, с замечательными техниками, которые носят имя самого Гагарина, без медали с этого конкурса не возвращаются даже во время пандемии. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сейчас в студии у нас гости поменялись. Мы проводили Елену Александровичу Щекочихину, которая нам рассказала вообще об этом движении WorldSkills и как в нем участвуют в том числе учащиеся и преподаватели техникума из городского округа Люберца, носящего имя самого Гагарина. Ну а теперь у нас уже участники непосредственно. Я представляю вам. Александр Васильевич Старченко, преподаватель спецдисциплин и компатриот, так это называется в этом движении. Ну а для того, чтобы вам было понятно, тренер. И Виталий Преслонов, участник, старшая группа, компетенция обслуживания авиационной техники, который, я так понимаю, что-то там получил. Вот сейчас мы об этом будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу же Виталию хочу адресовать вопрос. Как вы в техникум-то попали? Что, прям такая любовь к технике или родители заставили? Такая любовь к технике. Серьезно? Я думаю, что, в принципе, я... Сейчас. Что-то конструировали, наверное, в детстве. Вот я помню, я клеил эти самолеты, но на каком-то этапе моя любовь к авиационной технике закончилась. Может быть, после того, как я начал летать на самолетах и осознавать, как это не очень иногда весело для моего организма. Технический склад ума. Вот, я думаю, вот что. И подходящего учреждения от другого не нашлось, я выбрал это. Вот. Но ведь все-таки авиационная техника, это же ответственность огромная. Вы понимаете, что... От нашей работы зависит жизнь людей. Я вспоминаю замечательный фильм. Мы просто общались уже с Александром Васильевичем год назад, когда вы тоже рассказывали нам об этом проекте. Вот. Это же замечательная фраза, чтобы число взлетов равнялось числу посадок. Так что похвально, что вы выбрали эту специальность. И давно вы уже учитесь? Четвертый курс, последний год. А вы уже все, уже скоро будете, в хорошем смысле слова, обслуживать самолеты? Да, конечно. А какие? Гражданская авиация, скорее всего. Гражданская. То есть мы будем летать, а вы будете обслуживать? Да. Несколько предприятий, на которые мы можем устроиться на работу. То есть это и аэропорт гражданской авиации, там может ремонтный цех, потом уже обслуживание самолетов. Есть еще у нас несколько заводов, предприятий, на которые тоже можно устроиться. Очень поразительно, конечно. В наше время, я вот сейчас Александра Васильевича подключаю к нашему. Где вы таких детей-то находите? Глаза горят-то. Ну, не все такие, но большинство. Большинство, да. На нашу специальность, ну, могу с гордостью сказать, что на нашу у нас конкурс аттестатов. И вот у нас вот в группе там по 25 человек. И вот приходят интеллектуальные развитые ребятишки со средним баллом. У нас у 25-го балл 4,25. У 25-го. Ну, это означает, я понимаю, что это означает, что они, в принципе, могут даже потом, не отправляясь на завод, может быть, рвануть еще и высшее учебное заведение. Совершенно верно. И большое число по окончании потом, но... Им уже легче там просто быть. Да, отслужив в армии, поступают в высшие учебные заведения. И многие вот на том же заводе Миля, он идет туда работать по специальности, и в филиале МАИ продолжает учебу. Отлично. Так что это такой большой, важный... Наша специальность пользуется спросом. Пользуется спросом. Вот это важно. Ну, теперь давайте поговорим о проекте. Времени не так много. WorldSkills. И я знаю, что вы не с пустыми руками оттуда приехали. Вот как с чего началось? Поступает какая-то заявка. Вы как тренер выбираете кого-то, да? Или как это происходит? Нет. У нас как это происходит? Прежде всего происходят отборочные соревнования внутри нашего учебного заведения. Понял. Вот. Мы берем всем желающим. Хочешь попробовать? Пожалуйста. Попробовали. Выбрали лучших. Выбрали... Дальше начинается региональный чемпионат, где участвуют учебные заведения и все желающие Московской области. И уже победитель регионального чемпионата, уже вот победителей готовим к национальному чемпионату. А уже другой подход немножко. Совершенно другой подход, другие тренировки. Мы там, ну, про учебу-то не забываем. Но кроме этого, после занятий, иногда до поздней ночи. Клепаем и клепаем. И клепаем, и осматриваем. А вот хорошо, но все ли желают поучаствовать или вот стесняются некоторые? Вы же наверняка знаете, у кого лучше-то пойдет дело. Ну, во-первых, мы это видим в отборочных соревнованиях, да? И потом некоторые, даже пройдя отборочные соревнования, не выдерживают этой нагрузки. А, просто чисто психологически. Конечно. И психологически, и физически в том числе. У нас, согласно инфраструктурного листа, скажем так, вокруг каждого рабочего места 3-4 камеры было. И сверху, и сбоку, и снизу. Прямо телевизионная версия. Да, телевизионная версия. И вот, и за каждым участником судьи наблюдали. Мы как бы дома, но тем не менее, судьи оценивали вот... Сколько участников было? Это же не одновременно нашло или одновременно? Нет, сразу чемпионат проходит. Нет, в течение 4 дней они выполняли свои модули, которые нужно им выполнить. Вот в этом модуле. И было 7... У нас было 7 участников. 7 участников. И, к сожалению, Москва нас обошла всего на 15 баллов. Это совсем немножко. А что был за модуль, за которыми дали? Или это по результатам всех? Это результаты всех модулей. Скажите, вот теперь давайте мы сейчас Виталия подключим, что за модули были? И где было хорошо, а где почувствовал себя нехорошо? Ну, на этом чемпионате была, получается, сокращенная версия. Обычно у нас 8 или 9 модулей на всех обычных чемпионатах. Но сейчас из-за того, что у нас эпидемия, и сократили количество модулей. Их сделали 3. Осмотр двигателя, дефектация. Так. Получается, мы там осматривали двигатель, изучали и... Искали, что в нем не так? Это есть дефектные ведомости. Да, мы записывали, что какие там недостатки. Наша задача была снять конкретные агрегации этого двигателя. Ага. Да, то есть мы делали осмотр уже конкретного агрегата. То есть обнаружить этот агрегат и снять? Или вы уже знали? Мы знали, как он выглядит. Мы читали инструкцию. Мы знаем, как этот агрегат выглядит. Надо его снять и монтировать обратно. Да, это самое сложное. Снять надо просто, а вот... Снять, обслужить, смазать. Собрать трудно. Хорошо. Второй модуль? Электрика. Ага. Электрика. Это собрать электросхему, монтажная схема. Получается... Ну, у нас все сделано по авиационному. Там получается схема есть, как это должно выглядеть, как это выглядит на схеме. И надо это собрать на специальном модуле. А, ну, это самое, вроде как, тут ничего искать-то не надо. Просто бери... Искать не надо, да, делать то. То есть... А, ну вот в этом году из-за того, что как бы новые правила ввели, мы сами сделали эту схему. Мы эту схему разрабатывали, придумывали, нам на это выделили время кусочек. Что-то все даже такое. Так, и третий модуль? Третий модуль Слисарка. Это сборка кронштейна. Ну, это, наверное... Что самое сложное? Листовой металл. За что медальон-то? И 15 баллов за что? Кому ушло? Самое сложное. Значит, есть, над чем подработать, да? Сейчас спроси кого-нибудь из жителей городского Кровлюберца. Дюйм это сколько? Чему равен дюйм, да? Не ответит никто. А вот я думаю, что Виталий теперь будет знать. А вот вы мне скажите, вы действительно можете... Это вопрос и к вам, как участнику, и к вам, как тренеру, и преподавателю. Вы действительно можете, по слуху, иногда определить, что не так с двигателем? Думаю, все поймут, что не так с двигателем. Нет, ну... Какой-нибудь помпаж, когда есть двигатель, там уже огонь, взрыв. Нет, ну вот у меня когда-то был советский автомобиль «Волга». Ну, уже очень российский, вот последний. Вот он... Каждый день я шел его заводить, и у меня было ощущение, почему он не заведется сегодня. Я благодаря ему учился, изучил все детали, все на свете. Вот. И есть же люди, которые по слуху не просто понимают, ну, понятно, что с двигателем что-то не то. Но именно что не то вы можете определить, где уже какая-то... Какая-то дефект. Да, есть такая уже? По ощущениям, по звуку, по его какому-то... Это можно сделать? Я вот сейчас... Ну, на газотурбинном двигателе так сходу это не сделаешь. Ну, у нас абсолютно много всяких систем контроля, по которым это сразу определяется. Это лампочки мигают, что ли? Как в кино? Ну, не только лампочки, прежде чем его осматривать, да. У нас же там, ну, на двигатель не менее 10-15 всяких приборов, датчиков, за которыми во время запуска пробного наблюдают. Потом система автоматической регистрации. Конечно, это все осматривается. Насколько сегодня эта профессия действительно обладает компетенциями, ну, профессионал, работающий в этой профессии? Насколько мы сегодня застрахованы от человеческого фактора во время обслуживания, ну, пассажирских перевозок? Нет, застрахованы, конечно. Во-первых... Регламенты есть какие-то? Конечно. Все, техник самостоятельно, шаг влево, шаг вправо не допускается. Совершенно верно. Есть технологические карты, есть карты осмотра. И контроль не то, что двойной, тройной, минимум пятерной контроль. Он делает сам, самоконтроль называется. После этого его контролирует его непосредственный начальник, да. Кроме этого, есть объективный контроль. После... Прежде чем самолет взлетает, есть пробный запуск. После обслуживания пробный запуск, да, на земле. Запустили, после этого снимают эти вот пленки или магнитные записи, которые относятся в лабораторию, средства объективного контроля, которые все жизненно важные параметры летательного аппарата смотрят. Да, если идет задержка, значит, где-то что-то засвоило. Конечно, значит, где-то что-то нашли и самолет в полет никогда не выпустят. У нас, к сожалению, совсем мало времени. По одному вопросу каждому. Сначала, Александр Ильич, вам скажите, пожалуйста, робот может заменить авиационного... Обслуживание авиационной техники полностью? Обслуживание нет, конечно. То есть человек необходим? Конечно, необходим человек. И, Виталий, вам вопрос. Какие должны быть качества у человека, который... Вот видно, что вы прям влюблены в свою профессию, такая редкость для сегодняшних молодых людей. Это же очень тяжелая работа. Ну, я думаю, терпение обязательно нужно. Внимательность. А вы любите вообще самолеты? Как вы к ним относитесь? Да, конечно, это очень интересно, когда такая машина большая, взлетает в воздух, и ты должен... Ну, ты не просто видишь, как это что-то большое взлетает в воздух, а ты понимаешь, почему оно взлетает, какие там силы на него действуют. И потом, когда еще это обслуживаешь, что часть твоих рук там находится. Да, конечно. А вы могли бы конструкторам уже сказать, что вот здесь какой-то незачет, вот здесь что-нибудь нужно было бы поменять? Уже есть такое? Ну, конструкторы тоже специалисты своего дела, но, я думаю, можно сказать, можно сказать. Ну, вы же, когда обслуживаете, вы видите, что какой-то... Какого-нибудь сэрдинамического момента, да, конечно, можно увидеть там, что-то, не знаю, что-то торчит не так, или вот какой-то там необтекаемый часть какая-то фидюляжа. То есть то, что можно поменять. Можно было сказать, да, допустим, там надо обтекать или какой-то носовой поставить на эту часть. Жаль, что у нас мало времени, но, тем не менее, видите, мы уже через год встречаемся. Вам спасибо большое за такой потенциал человеческий, если можно так сказать. Вот, Виталия Преслонова, участника и старшая группа, который в компетенции обслуживания авиационной техники получил медальон профессионала. Вот, я надеюсь, что это задел, а дальше уже будет большая работа. Я думаю, что далеко пойдете, мне так кажется. Ну, Александр Васильевич Старченко, преподаватель спецдисциплин, компатриот, по-нашему тренер. Вам еще раз большое спасибо за то, что готовите таких. Я, правда, как-то мне полегчало сегодня. Летать спокойнее станет. То смотришь так, люди что-то бегают, и ты не поймешь, а может, они ничего не делают там, вот, делают. Спасибо огромное. Это программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»